В следующем выпуске мы расскажем вам, что такое взрывная сила, зачем она нужна атлету и откуда она берется. Хотелось бы затронуть тему спортивного питания. Неоднократно мне задавали вопрос, насколько это важно в жизни кроссфит атлета. Я вам отвечу, что это очень важно. Даже при соблюдении со всей строгостью диеты вы не сможете извлечь из продуктов питания все те элементы, которые восстановят вас при ежедневных изнурительных тренировках. В то же время нет спортивного питания, которое сделает вас сильнее. Нет спортивного питания, которое сделает вас выносливее. Нет спортивного питания, которое сделает вас мускулистей. Его не бывает. Спортивное питание – это то, что сделает вашу возможность тренироваться чаще реальнее. Спортивное питание – это способ быстро восстановить силы. А сила, выносливость, мускулистость – это то, что добывается путем пахоты. Каждодневной пахоты в спортзале, на улице, в гараже, где угодно. Это работа над собой. Не думайте, что отлично сбалансированный набор спортивного питания, спортивных добавок, сделает вас лучше. Не сделает. Он позволит вам пахать чаще, пахать интенсивнее, пахать с большим удовольствием. Пахать, как человек, который хорошо восстановился и готов ставить новые рекорды. Я 10 лет занимался троеборем, пауэрлифтингом. Тот комплекс добавок перекочевал со мной и в кроссфит. Но я добавил несколько новых, которые исключительно участвуют в моей работе на выносливость и на силовую выносливость. Набор добавок, который я использую, начинается с витаминно-минерального комплекса. Это критически необходимо. Витаминно-минеральный комплекс это то, что обеспечит все системы организма нормальным восстановлением. Если у вас нет проблем с финансами, возьмите Animal Pack от Universal. Состав там максимально насыщен. Если у вас нет возможности приобрести его, возьмите что-то по своему кошельку. Особенно в период с октября по май витамины и минералы обязаны быть в вашем рационе. Следующее это витамины группы B. Это витамины, которые активно участвуют в белковом и углеводном обмене. Это то, что восстановит наши нервы и сделает нас бодрыми и готовыми к новым нагрузкам. Следующее это витамины, витамин С. Витамин С критически необходим, потому что с большинством добавок он работает как синергист. Он усиливает их действия. И аскорбиновая кислота играет важную роль в энергетическом обмене. То есть чем больше витамина С в вашем организме, тем быстрее глюкоза превращается в гликоген, тем дольше вы сможете работать. И все знают, что витамин С это сильный антиоксидант. Это очень важно в послетренировочном восстановлении. Дальше. Дальше по важности идет креатин. Вы мне скажете, что креатин никакого отношения к выносливости не имеет. И отчасти будете правы. Креатин имеет значение для роста силовых показателей. Креатин это энергия сокращения мышцы. Это энергия мышцы сокращаться дольше. Но если ваша работа это цикличная интенсивность, если в конце работы своей вы должны ускориться, вы должны усилиться, вы должны быть сильны. И тогда вам поможет креатин. В то же время, если вы становитесь сильнее и можете справляться с большим весом, то с меньшим весом на большее количество повторов вам будет справиться проще. О чем это говорит? О том, что креатин растит силовую выносливость. Что в кроссфите необходимо. Дальше. Дальше это добавки, которые я начал употреблять только когда перешел в кроссфит. Это бета-аланин. Это л-карнитин. Бета-аланин это аминокислота, которая служит буфером в мышце. То есть, чем больше бета-аланина в мышце, тем дальше отодвигается порох усталости. Единственный эксперимент, который я помню, проводили на велосипедистах. И при приеме бета-аланина 6 недель подряд, их порох усталости отодвигался на 10%. Они в гребле на 2000 метров, по-моему, на 3 секунды улучшились. То есть, это действительно отодвигает порох усталости. Бета-аланин. Дальше л-карнитин. Л-карнитин играет важную роль в липидном обмене и защищает сердечную мышцу. Нам важен его эффект усиления жирового обмена. То есть, энергия жиров при росте количества л-карнитина в клетке растет. Чем больше л-карнитина в организме, тем раньше используются жирные кислоты как топливо. Я не зря назвал все эти три добавки подряд. Креатин, л-карнитин, бета-аланин. Было доказано, что в связке они работают намного лучше. Каждая из них усиливает действие одна другой. Поэтому в моем рационе они всегда употребляются три вместе. Креатин, бета-аланин, л-карнитин. Дальше. Добавка из силового спорта. Аргинин. Аргинин это предшественник оксида азота. Все много слышали о разрекламированной такой штуке, как оксид азота. Но на себе я не чувствовал влияния его на какие-то гормональные системы, усиление выработки инсулина, гормона роста тестостерона. Но что я действительно почувствовал, так это его эффект механического насоса. Вы употребляете аргинин и ток крови увеличивается. В клетку быстрее поступают с кровью питательные вещества и быстрее вымываются продукты распада. То есть эффект механического насоса присутствует. Чем быстрее кровоток, тем быстрее обменные процессы. Чем быстрее обменные процессы, тем быстрее восстановление. То есть аргинин мне подходит. Но его я принимаю не перед тренировкой, потому как пампинг мне не нужен. Он мне мешает на тренировке, потому как тренировки у меня слишком интенсивные. Я его принимаю по утрам, когда у меня нет тренировки с утра. Дальше. Дальше это лицетин. Лицетин, но не соевый, а подсолнечный. Как известно, соя, ГМО, всякое такое. То есть сою мы не используем. Мы находим лицетин, измлеченный из семечек подсолнечника. Он является составной частью нейромедиатора ацетилхолина. Нейромедиатор это то, это проводник между мозгом и мышцей. Чем крепче эта связь, тем лучше мозг командует мышцам. Тем лучше мышцы выполняют команду мозга. Это одно из основных свойств лицетина. Также он усиливает отток желчи, он защищает печень. Основное для чего я его принимаю, это защита печени и усиление оттока желчи. Потому как при интенсивном питании, то есть когда приемов пищи 5-6 в день, нагрузка на печень растет. Чем лучше отток желчи, тем лучше себя чувствует организм. Лицетин. Так, дальше у нас протеин. Вы подумайте, что я его засунул на предпоследнее место, потому как он мне не нужен. Нет. На самом деле протеин это очень важно. Протеин, то есть белок это то, из чего состоит не только скелетная мышца, это то, из чего состоят органы. Дефицит белка приводит к катастрофическим последствиям. Я не буду вам рассказывать о том, насколько он важен. Вы все это много раз слышали от множества умных людей. Я говорю, что дефицит белка, особенно утренний и послетренировочный, очень сложно заменить приемом пищи. То есть утолить приемом пищи. Я считаю важными приемы протеина утренний и послетренировочный. Дальше изотонический напиток. Изотонический напиток это напиток, в котором содержатся углеводы, витамины, минералы, соли. Изотоник это напиток, в котором все эти элементы содержатся в тех же пропорциях, что и в организме человека. То есть это оптимальный восстановитель во время и после тренировки. Мы тренируемся интенсивно, мы потеем, мы тратим гликоген, мы окисляемся. Для этого и нужен изотоник. Во время тренировки мы его принимаем для того, чтобы наладить солевой баланс, повысить количество гликогена, который тратится во время тренировки. И питать мышцы витаминами. Поэтому изотоник во время и после тренировки очень важен. Вот в принципе и весь список моих добавок. Я использую эти добавки в комплексе, потому как я уже говорил, они друг друга дополняют. И жизнь интенсивно тренирующегося атлета невозможна без спортивного питания. И в то же время спортивное питание неотделимо от полноценной диеты. Полноценная диета и спортивные добавки это то, что работает вместе. Диета, добавки, режим, тренировки. Только эти компоненты дадут вам результат. Отдельно надеяться на чудеса спортивного питания я бы вам не советовал. Вы потратите кучу денег, кучу сил и останетесь у разбитого корыта. Поэтому принимаем спортивные добавки. Следим за диетой. Соблюдаем диету. Еще хотел сказать о том, что в период осень-зима прием спортивных добавок становится еще важнее. Потому как качество фруктов и овощей падает. В этот период моя палеодиета становится не такой жесткой. Я могу добавить немного риса, немного овсянки. То, что будет питать мой организм углеводами. Потому как качество фруктов и овощей падает. Питательная ценность их приближается к нулю. Во время с октября по май. Потому к октябрю набор моих спортивных добавок вырастает до полного списка тех, которые я вам перечислил. И при наличии грамотной, хорошо соблюдаемой диеты и водного баланса я хорошо восстанавливаюсь. Я могу тренироваться каждый день. А теперь домашнее задание. Есть два замечательных упражнения. Бурпи и подтягивания. Они одинаково отвратительны оба. Как для меня. В этом комплексе мы их объединим. Мы будем делать 30 бурпи с подтягиваниями на время. Выполняется так. Непосредственно бурпи. Касание бедрами грудью пола. Возвращаемся в исходное положение. Условия. Турник должен быть не менее чем в 30 сантиметрах от рук. Из этого положения вы должны прыгнуть. Подтянуться. Это раз. Вот таких повторов вам нужно сделать 30 за минимальное время. Условия. Касание бедрами и грудью пола. Поднимаемся на ноги. И прыгаем на турник, который находится не меньше чем в 30 сантиметрах. То есть, эта высота нам не подойдет. Потому как подтягивания будут выглядеть вот так. Это не подтягивания. Подтягивания должны быть полноценными. Вот такое. Это окончание упражнения. Бурпи. Подтягивания. Один повтор. Вы должны это выполнить на время. Выполняете 30 повторов. Это при очень хорошем раскладе это 5 минут. Если вы выложитесь в 5 минут, вы достаточно развитый новичок. Если быстрее, то вы уже будете приближаться к продвинутому уровню. Попробуйте и присылайте нам свое время. Мы прокомментируем. Спасибо.